В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел встречу с заместителем генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром Межрегионгаз» Юрием Пахомовским и генеральным директором акционерного общества ЦМРОС Вячеславом Шматовым. Вместе с членами правительства республики обсудили текущую ситуацию по газификации региона и дальнейшего развития одного из самых крупных промышленных предприятий и налогоплательщиков республики завода «Кавказцемен». Что касается вопроса газификации, платежной дисциплины и реализации программы по социальной догазификации, то по всем направлениям республика идет хорошими темпами. За это время уровень газификации в регионе увеличен с 72 до 85%. Руководитель ЦМРОСа рассказал о планах по дальнейшему развитию завода «Кавказцемен». В ближайшие два года планируется увеличить производственные мощности, количество сотрудников и повысить уровень заработной платы, которая уже сейчас выше средней по экономике в регионе. За период с 2021 по 2025 годы инвестиции «Газпрома» в Карачаево-Черкесию в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации должны составить порядка 7 миллиардов рублей. Очередным населенным пунктом, жители которого в ближайшее время смогут в полной мере пользоваться голубым топливом, стало село Хусак-Ордоник Зеленчукского района республики. За подключением первого домовладения наблюдал Артур Мыхце. Несмотря на то, что село Хусак-Ордоник более полутора веков, такое благо цивилизации, как газ, дотянулось до этих мест только сейчас. Дождаться столь значимого события смогли около 300 человек, оставшихся на земле предков. В мае нынешнего года в этом населенном пункте Зеленчукского района республики проходила встреча рабочей группы по социальной догазификации с собственниками домовладений. Уже тогда было понятно, что не за горами подключение построек к газопроводу. И люди с нетерпением ожидали, когда же, наконец, произойдёт долгожданное событие. Спустя три месяца голубое топливо пришло в Хусак-Ордоник. Так сказать, первопроходцами стали супруги Абрековы. В их доме до сих пор сохранилась старая печка, пережиток прошлого. На ней хранительница очага лет 20 готовила еду и поддерживала тепло в помещениях. Хозяин дома живёт здесь с 1957 года и рад, что всё-таки дождался столь значимого момента. Как до этого справлялись? Как трудно было. В лес сходили, дрова таскали. Сначала плечами лошадей не было, машин не было. Потом уже техника появилась, чуть легче стало. Наконец-то у нас такое чувство, что мы уже оказались в 21 веке. И до этого жили в древних веках. И, конечно, очень большая радость. Это даже не только для нас, для всего села. Для сельчан этот день, возможно, даже станет особенным в календаре дат. Ведь в скором времени все они, наконец-то, окажутся в списке потребителей газа. Символическое подключение к межпоселковому газопроводу состоялось при участии председателя регионального правительства Мурата Аргунова, замруководителя «Газпром» Межрегионгаз Юрия Пахомовского, а также большого числа местных жителей. Безусловно, эта большая работа не была бы возможной без слаженной и консолидированной работы с правительством региона совместно с ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» уже долгое время является важным, стратегическим, но самое главное, надежным партнером нашего региона. Благодаря совместным проектам мы смогли реализовать ряд инфраструктурных проектов. Это газификация самых отдалённых населённых пунктов. По словам Мурата Аргунова, жителям республики стоит только обратиться с заявлением в «Газпром» и вся необходимая инфраструктура будет подведена до дома. Мне очень приятно, что мы все с вами присутствуем на нашем празднике. Это праздник торжественного пуска газа в ваше село. Наконец-то газ сюда пришёл, и вы можете им пользоваться. Всё это благодаря тому, что мы по поручению президента ПАО «Газпром» и «Газпром Межрегионгаз» продолжаем масштабную программу до газификации регионов Российской Федерации. И сегодня одним из самых главных регионов, которые мы газифицируем, это горные сёла Карачаевой Черкесии. И вот звучат фанфары, после чего состоялась символическая эстафета огня, завершившаяся торжественным запуском межпоселкового газопровода. После отчёта представителя газовой службы о выполненной работе по подключению семьи обрековых коммуникациям и ресурсоснабжающей организации, почётных гостей пригласили в дом. Там была продемонстрирована радующая глаз картина – зажжение газовой плиты, которая навсегда заменит старую печь. В скором времени этим благом цивилизации смогут воспользоваться и собственники остальных 59 домов в селах Усакардоник. Люди также надеются, что однажды соберутся вместе, чтобы отметить открытие здесь школы. Пока же детишки занимаются в учебном заведении в соседнем Доусузе. Артур Муцея, Анастасия Лой, Вести Карачаево-Черкисия, Зеленчукский район. 25 июля был день сотрудника органов следствия Российской Федерации. По случаю профессионального праздника, эксклюзивное интервью нашей программе дал руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкисии Николай Щепкин. Слово Светлане Шагановой. Здравствуйте, Николай Вячеславович. Незаметно пролетел год, и вы вновь отмечаете свой профессиональный праздник День сотрудников органов следствия Российской Федерации. В этот день вы не только поздравляете коллег с профессиональным праздником, но и подводите итоги работы за 6 месяцев. Вот скажите, с какими результатами вы подошли к этому дню? Сколько преступлений удалось раскрыть? Здравствуйте. Спасибо большое за внимание к работе нашей организации. Действительно, 25 числа все следователи страны отмечают День работников следственных органов. Мы как подразделение, у которого только следователи, считаем своим настоящим профессиональным праздником. И, конечно, готовы отчитаться о проделанной нами работе. Ситуация в республике в настоящее время является стабильной. Относительно стабильной по целым, по совершаемым преступлениям. Это связано с тем, что республика относительно анклавна. Большое значение имеет мнение и значение старейшин, религиозные общины. Поэтому мы видим примерно равную, примерно ровную преступность по республике на протяжении многих лет. Николай Вячеславович, хотелось бы остановиться на конкретных преступлениях, в том числе резонансных, которые, может быть, даже шокировали нашу республику. Сейчас, наверное, разговор пойдет о преступлении, которое было совершено не так давно, в апреле в Карачаевске, когда 16-летний местный житель совершил убийство над малолетней девочкой. Вот скажите, уже на сегодняшний день можно говорить о том, что его подтолкнуло на столь жестокое преступление? Был ли он вменяемым? Да, на данный момент проведена психолог-психиатрическая экспертиза в отношении него. Он признан абсолютно вменяемым. И подтолкнуло его к этому, говоря бытовым языком, похоть. Похоть и желание насиловать, управлять конкретным человеком, который слабее его, который меньше его, и который не может ему оказать сопротивление. Он к этому преступлению долго и старательно готовился. В двери подъезда установлен камень, который просто ее придерживал, чтобы она не закрывалась, как многие делают. За месяц до этого он заходил в подъезд с девушкой из этого подъезда. Он взял этот камень, держал его в руке, но то ли испугался, то ли пожалел ее и не стал. За две недели до этого он взял этот камень, зашел за девушкой, взял этот камень, положил его к себе в карман, поднялся с ней до лестничной клетки. И пока ждал лифт, он просто не смог вытащить этот камень из кармана, он оказался слишком большим. Он его тягал, но не смог вытащить. И из-за этого девушка осталась жива. Она зашла в лифт, нажала кнопку этажа и уехала. И только третьей девочке не повезло. Был использован тот же камень, та же схема, все то же самое. Но ей не повезло. Он достал камень, оглушил ее, затащил к себе в квартиру. После этого совершил с ней такие ужасные действия, которые, я думаю, что не стоит широкой аудитории распространять. Было ли у него какое-то, может, поведение, ну, не совсем, как бы он вел себя адекватно? В этих ситуациях, особенно когда обвиняемый является несовершеннолетний, изучается полностью его личная жизнь. Изучается его социум, его друзья, его семья, обязательно обследование жилищных условий. Ничего указывающего на то, что человек был, ну, одержим такой идеей, в ходе следствия не установлено. Был изучен его телефон. Было установлено, что неоднократно он заходил на разные сайты, пропагандирующие насилие в разных форумах. И, вот, то есть он этим интересовался. Но внешне это никак у него не проявлялось. А был ли он под воздействием, может, наркотических средств? Нет. И какой срок вот грозит этому молодому человеку? Ему 16 лет. Что бы он ни совершил, более 10 лет получить не может. Так звучит закон. Скажите, вот все же, как обезопасить своих детей, как их оградить от этих преступников? Скажите, может, должна быть работа дома, вестись с детьми? Это комплексная, очень сложная проблема. С учетом развития интернета она становится еще более сложной. Во-первых, конечно, надо контролировать и понимать, чем дети занимаются в интернете. Очень много детей, даже идешь на улице, видишь, идут с телефоном в соцсетях, с кем они общаются. Кто их собеседник, к чему он их склоняет, мы не знаем. Я в качестве примера приведу у себя, у меня, у 10-летней дочери, стоит ограничение на интернет, только на то, что ей нужно. Час в день она может провести в интернете, в телефоне. А после этого, если она захочет воспользоваться WhatsApp или еще чем-то, у нее не получится. Есть сейчас разные способы обеспечения безопасности физически. Есть тревожные кнопки, когда у ребенка в кармане брелок, и в опасный момент он может нажать на этот брелок и вызвать помощь. Либо родителям, это по телефону передаться, либо специальные органы. Мне кажется, здесь присутствует еще один момент. На мой взгляд, в нашем обществе появляется все больше психически неуравновешенных людей, которые живут рядом с нами. Мне кажется, это тоже имеет место в совершении преступлений. Вы знаете, я не читал статистики по этому поводу и каких-то исследований. Но, следуя логике, наверное, можно сделать такие предположения. Вот мы упомянули педофилию, какие-то негативные вещи в интернете. Они раньше были недоступны. Теперь есть интернет, они нашли тематический сайт. Там 100 человек, которые занимаются тем же самым, имеют те же проблемы. И они себя накачивают и раскручивают по этому поводу. И они уже не чувствуют себя изгоями. Хотелось бы еще узнать об одном преступлении. Это убийство двух братьев в Верхней Тиберде. На какой стадии расследования? И можно ли сегодня говорить открыто, кто стоит за этим преступлением? Убийца установлен. Это их дядя родной. Он длительное время имел с ними конфликт из-за того, что они сбили на машине его лошадь. Они не нашли общего языка. Общего языка, кто, кому, почему должен отдать денег. И конфликт стал нарастать. Они смеялись над ним и денег возвращать ему за лошадь не собирались. Это ему эмоциональную какую-то вспышку дало. Он взял у брата родного ружье. Поехал, встретил их и обоих убил из этого ружья. Сбежал, некоторое время прятался. Потом, видимо, совесть взыграла у него. И он сам пришел к правоохранительным органам. Ну и особо и бежать ему некуда было. Потому что это такой семейный момент. Сейчас лето, и все больше туристов прибывает в Карачаево-Черкесию. Вот как сделать их отдых безопасным? Не только, наверное, для туристов, а также и для местных жителей. Здесь можно зимой покататься на лыжах. И летом тоже разнообразный досуг для людей организован. Различного рода развлечения. Я сейчас говорю о рафтинге. Очень популярный, можно сказать, вид спорта. И недавно произошел случай, также печальный. Погибла наша местная жительница. Что известно на сегодняшний день? Кто понесет наказание? И установлен ли этот человек, который предоставлял подобного рода услуги? Это большая-большая проблема для, наверное, всех регионов, где представлен туризм. Туризм, причем экстремальный туризм. И это же у нас каждый год происходит. Вы вспомните, и в прошлом году то же самое было. И позапрошлом то же самое было. Конечно, установлен человек, которым это не их рафты. Установлен человек, который эти рафты им дал в прокат. Он наемный работник. Там обсуждается вопрос сейчас его руководителя, его хозяина. То есть он не хозяин сам всего этого, а он как управляющий. Он будет привлечен к уголовной ответственности, он повлечет уголовную ответственность. Но человека-то от этого не вернешь. И здесь, конечно, должна быть большая работа, наверное, и по линии СМИ, и по линии госорганов, по популяризации, разъяснении туризма цивилизованного. Он может быть экстремальный, но он должен быть цивилизованный. И в продолжении туризма совсем недавно мы узнаем, что мы, оказывается, передвигались на неисправных канатных дорогах в Донбайе. Целая система канатных дорог есть в Донбайе, в Архизе. Они принадлежат разным собственникам. Они несут ответственность в том числе за то, чтобы это соответствовало законным требованиям, нормам и правилам. В рамках прокурорской проверки была изучена работа канатных дорог в Донбайе. И установлено, что все мыслимые и немыслимые нормы безопасности там нарушены. То есть то, что там никто не погиб, ничего не оборвалось и никто не умер, это только благодаря тому, что вовремя это выявили. Поэтому сейчас эти дороги остановлены. Идет суд, который запретит их использование вообще навсегда. И у нас находится уголовное дело по 238, потому что эти люди умышленно на протяжении длительного времени подвергали опасности жизни многих людей. Но можно сказать, что не все дороги там, да? Нет, конечно. Есть современные, мощные, центральные дороги. Как обезопасить наших граждан от телефонных мошенников? Были такие случаи, что якобы даже представляются вами. Вам звонит Николай Щепкин. И они верят этим мошенникам, да? И зачастую переводят немалые суммы денег. Вы знаете, у меня создается иногда впечатление, что это... Что те, кто это делают, те, кто звонят, они проходят какую-то специальную психологическую подготовку. Потому что взять и убедить человека совершить ряд... Не просто вынуть из кармана деньги, да, или из кошелька, а ряд действий совершить, потратить на это, может быть, даже не один день и отправить их куда-то. Это, ну, какое-то просто удивительно для меня. Каждый день по всем экранам телевизоров, по всем, мы у себя публикуем, по всем соцсетям объявляется, никогда банковский сотрудник не звонит по таким вопросам. Банковский сотрудник может позвонить по трем вопросам. Не хотите ли вы новую кредитную карту? Не хотите ли вы получить у нас кредит на такую сумму? И не хотите ли вы поменять ваш старый тариф на новый тариф? Больше ничего. Никаких вопросов они больше не задают. Это что касается банковских работников. Что касается сотрудников правоохранительных органов. Моя фамилия находится на сайте. Там есть телефон приемный. Моей. Через компьютерную подмену номера делают звонок из моей приемной. И представляется, мой голос знаете вы. Знают здесь присутствующие другие, не знают мой голос. Я не позвоню. И начальник отдела не позвонит. И следователь не позвонит с такими вопросами. Скажите, вам лично когда-нибудь звонили телефонные мошенники? Не так давно мне звонили. На городской здесь рыдающая девушка. Пап, ты только не переживай. Я попала в аварию. Там то-то-то-то-то-то-то-то. Я говорю, девушка, моя дочка, ей 10 лет. И она не знает моего городского телефона. У нее есть мой мобильный. Вы больше мне ничего не хотите сказать. И она бросила трубку. Николай Вячеславович. И традиционно поздравление коллегам в профессиональный праздник. Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Днем работников следственных органов. Все знают, что эта работа требует много сил, энергии, самоотречения. Я рад и горд, что работаю в коллективе следственного управления по Карачаево-Черкесской республике. Поэтому каждого из сотрудников я хочу поздравить с этим нашим праздником. Пожелать крепкого здоровья, домашнего очага, добра, благополучия, достатка и, конечно же, здорового карьерного роста. Николай Вячеславович, мы в свою очередь также поздравляем лично вас и ваш профессиональный коллектив с праздником. Желаем вам больших успехов в столь непростой работе на благо нашей республики, на благо всей России. Спасибо вам за интервью. Сейчас реклама, после продолжим. Участвуй в премии «Экология. Дело каждого». Скорее присылай научную или творческую работу на сайт «Экология. Дело каждого. РФ». Победителей ждут путевки на море, смартфоны, ноутбуки. Успей до первого октября. Год 120-летия со дня рождения великого физика Игоря Курчатова. В ГТРК, правительство Челябинской области и ГТРК Южный Урал проводят первый всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки». Темы журналистских работ. Открытие и новые технологии в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, космосе. Челябинск. С 14 по 16 сентября. Заявки принимаются до 21 августа. Подробная информация на сайте cheltv.ru В Малокарачаевском районе открылась современная швейная фабрика «Красный Восток», обособленное подразделение «Воен-Текстильпром». Данное предприятие предназначено для производства одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды, а также постельного белья и других изделий легкой промышленности. В торжественном открытии приняли участие представители правительства Карачаева-Черкесии и работники фабрики. Подробности расскажет Алихан Лепшоков. Для жителей села Красный Восток открытие фабрики является особым событием. Сегодня на предприятии трудятся 90 человек, а к концу этого года планируется расширить численность до 150. Здесь сейчас шьют костюмы и халаты для хирургов, постельное белье для армии России. Это предприятие даст импульс в обеспечении рабочими местами жителей села. И на примере этой фабрики мы можем отметить потенциал нашей республики в развитии легкой промышленности, отметил председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов. На фабрике трудится свыше 90 человек, а при выходе на проектную мощность здесь появится 300 новых рабочих мест. Для небольшого аула, для всего Малокарачаевского района и в целом для Карачаева-Черкесской республики это весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение уровня жизни и доходов населения, роста налоговых поступлений. В свою очередь вице-спикер парламента Карачаева-Черкесии Муса Экзеков, благодаря поддержке которого и открылась фабрика, подчеркнул, что это весомый вклад в развитие промышленности республики и оказание поддержки нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО. Также он выразил благодарность учредителю компании ВН Текстильпром Аслану Аталикову за оказанную поддержку в реализации этого значимого проекта. Дорогой Александр Ильич, отдельное спасибо, огромное спасибо от всех жителей нашего села, от всех жителей нашей республики, потому что мы действительно создали современную фабрику с очень качественным технологичным оборудованием. Я хочу подчеркнуть еще то, что за очень короткий период времени наша команда смогла полностью реконструировать эту фабрику по техническим условиям ВН Текстильпрома. Мы сделали все необходимое, чтобы не просто обучить наших специалистов, но и предоставить специальное современное оборудование. И сегодня нам приятно видеть, что мы запустили эту фабрику, отметил учритель компании ВН Текстильпром Аслан Аталиков. Предприятие работает, выпускает продукцию. Здесь есть свой коллектив, свое руководство. Мы все за вас переживаем. ВН Текстильпром выпускает порядка, ну не порядка, а точно, если сказать, 134 наименования продукции. И, конечно, в будущем мы рассчитываем на то, что у вас тоже будут здесь значительные производства. Сейчас у вас производство только госпитальной одежды, одежды для оперирующих бригад и, по-моему, постельное белье. Но, тем не менее, даже вот эти виды продукции вы выходите уже на плановые позиции. Мы горды, что со всей страной принимаем активное участие в жизни государства, обеспечивая всем необходимым наших ребят, которые защищают нашу страну в зоне специальной военной операции, заверили работники предприятия. Обеспечивать мощный тыл нашим бойцам. Сидя за швейным станком, мы так или иначе ощущаем на себе ответственность за то, чтобы у наших ребят, врачей, спасателей, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, было лучшее обмундирование и оснащение. Благодаря этому мы чувствуем себя причастным к большому делу. После официального открытия для всех собравшихся была организована экскурсия по фабрике. Каждый из работников с особым вниманием относится к своим профессиональным обязанностям. Здесь выпускается несколько тысяч изделий в смену зависимости от вида продукции. Олег Ханепшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Очередная партия гуманитарной помощи весом около 10 тонн была отправлена в Южный военный округ. За всё время проведения специальной военной операции наша республика отправила около 700 тонн воды. В этот раз воду для военнослужащих приобрели сенаторы Виктор Бондарев и Крым Казаноков, а также первый заместитель председателя парламента Карачаева-Черкесии Дагир Смакуев. Заместитель военного комиссара Карачаева-Черкесии Виталий Аксиев поблагодарил за оказанную помощь те, кто не остаётся в стороне и помогает нашим ребятам. Было отмечено, что помощь оказывается не только бойцам, но и жителям Белгородской области и новых территорий России. Передовой проблема в чистой питьевой воде, потому что с непроверенных источников воду употреблять, к сожалению, нельзя, тем более в таких боевых условиях. Благодаря нашему правительству, главе нашему, мы периодически нашим ребятам отправляем чистую питьевую воду. Карачаева-Черкесия сегодня ведёт полноценную работу на том уровне, который сегодня позволяет нам выполнять и покрывать все те потребности, которые получаем мы от ребят, которые находятся сегодня в зоне проведения специальной военной операции. А непосредственно данный груз, он, конечно, сегодня настолько актуален. Во-первых, сезон, жара и питьевая вода сегодня, она, конечно, бесценна именно в тех условиях, в которых они сегодня находятся. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин